Здравствуйте! Сегодня вторник, а значит настало время задать свой вопрос юристу. Мы продолжаем говорить о гражданском судопроизводстве. В студии Екатерина Грицыенко и генеральный директор компании Юроктив Роман Госяк. Роман, добрый вечер! Здравствуйте, Екатерина! В прошлой программе мы говорили про обращение в суд. Допустим, решение суда уже состоялось. Что делать тем, кто с этим решением не согласен? Какие права есть у этих людей? Значит, стороны по делу или иные лица, которые не были привлечены к участию в деле, но их права или обязанности затронуты вынесенным решением суда, они могут это решение обжаловать в апелляционном порядке. Могут обжаловать решение как полностью, так и в отдельном участии. А как подать жалобу и в какие сроки? Значит, решение мирового судья обжалуется в районном суде, решение районного суда обжалуется в областном суде. Значит, срок для обжалования таких решений составляет один месяц с момента изготовления решения суда в окончательной форме. Ну, а что из себя должна представлять эта жалоба? Как ее правильно составить? Апелляционная жалоба подается на решение в виде письменного документа, который должен содержать ряд обязательных реквизитов, такие как наименование суда, в который подается жалоба, наименование и адреса сторон по делу, номер дела указывается, ну и, собственно, сам текст апелляционной жалобы, где приводится основание, по которым лицо обжалующее решение считает вынесенное решение незаконным, приводит свои доводы, приводит правовое обоснование и должен изложить письменно свою просьбу, что он просит. Хочу отметить, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесшее решение. То есть, если судом районным вынесено решение, значит, она подается непосредственно в суд, который принял решение, и уже с делом, и, возможно, с возражениями на эту жалобу от других лиц по делу направляется в суд, в уши стоящей инстанции. Роман, а как долго будет рассматриваться эта жалоба? Срок для рассмотрения апелляционной жалобы не должен превышать двух месяцев. В группу ВКонтакте компании «Реактив» пришло много вопросов от пользователей сети интернет. Я предлагаю прочитать некоторые из них. Суд вынес определение, которым наложил запрет на отчуждение моего автомобиля стоимостью полтора миллиона рублей, хотя иск на гораздо меньшую сумму. Автомобиль я хочу продать. Как мне отменить это определение? В данном случае судом были приняты меры по обеспечению иска. Значит, лицу, которое не согласно с этими мерами по обеспечению иска, вправе такое определение суда обжаловать. Срок для обжалования данного определения составляет 15 дней. В самой жалобе необходимо указать основания, по которым вы не согласны. В данном случае необходимо заявить о несоразмерности мер по обеспечению иска с заявленным исковым требованием. Кроме того, есть такая процедура, предусмотренная гражданским профессиональному конкурсу, как замена одних обеспечительных мер на другие, которые также можно заявить. Либо же просить суд, снять обеспечительные меры, но при этом разместить заявленную к взысканию сумму на депозитном счете суда. Роман, а необходимо ли личное присутствие при рассмотрении жалобы? Нет, личное присутствие ни при рассмотрении апелляционной жалобы, ни при рассмотрении дела судей первой инстанции не является обязательным. То есть гражданский профессиональный кодекс не содержит таких норм, по которым бы суд признал явку обязательной. Но я считаю, что если лицо действительно заинтересовано в исходе дела, необходимо принимать участие в некоторых случаях самостоятельно, для того, чтобы пояснить определенные обстоятельства, и также иметь представителя, который может отстаивать ваши права с юридической точки зрения. Ну а какое в конечном итоге решение может быть принято согласно жалобе? Суд выносит апелляционное определение, которым либо оставляет принятое по делу решение суда в законной силе, либо отменяет его, может отменять как полностью, так и в части. Необходимо отметить, что суд апелляционной инстанции проверяет вынесенное решение только в тех пределах, которые заявлены и переведены в самой жалобе. При этом суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции процессуальные сроки и иные обстоятельства, имеющие значение ли. А когда решение вступает в силу? Решение вступает в силу непосредственно в день принятия апелляционного определения. Роман, я предлагаю узнать, какие еще вопросы задают участники группы ВКонтакте Юрактив. Пропустил срок для подачи апелляционной жалобы, так как находился в больнице. Могу ли я подать апелляционную жалобу? Да, в таком случае необходимо либо в тексте самой апелляционной жалобы, либо в виде приложения к апелляционной жалобе заявить ходатайство восстановления пропущенного процессуального срока. В таком случае суд рассмотрит это ходатайство и при наличии уважительных причин, в данном случае, если находились в больнице, то значит необходимо приложить больничный лист, срок будет восстановлен и жалоба будет принята к рассмотрению. Давайте перейдем к следующему вопросу. Суд первой инстанции помимо основной суммы взыскал с меня проценты в большом размере. У меня тяжелое материальное положение. Могу ли я представить дополнительные доказательства этому в суд апелляционной инстанции? Теоретически это возможно, но на практике очень сложно, потому что необходимо все доказательства по делу представлять в суд первой инстанции. Есть нормы, позволяющие представить дополнительные доказательства в суд апелляционной инстанции, но при этом необходимо представить доказательства невозможности представления этих материалов в суд первой инстанции. В большинстве случаев суды отказывают в принятии дополнительных доказательств. Роман, давайте ответим еще на один вопрос. Судом вынесено решение не в мою пользу. Областной суд оставил его в силе. Куда я могу его обжаловать? Обжаловать в дальнейшем возможно в суд кассационной инстанции, в порядке кассационного обжалования. В данном случае это в президиум Архангельского областного суда. Последующая инстанция – это уже Верховный суд. Что ж, Роман, я уверена, что все ваши рекомендации пригодятся телезрителям. Спасибо вам за интересную и полезную беседу. Спасибо вам. Смотрите нашу программу и вы будете знать больше о своих правах. Мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и портале Правда Севера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова